Для молодежи с ограниченными возможностями здоровья в Республике в этом году стартовала под программу сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве государственной программы Чувашской Республики, содействия занятости населения. Насколько эффективно она работает, узнавала Анастасия Лангина. В июле этого года Денис Абрамов получил диплом о высшем образовании. Как и многие выпускники, он столкнулся с проблемой поиска работы. Ведь в большинстве случаев работодатели ждут людей с опытом. По совету знакомых парень решил устроиться техником в автосалон. У меня до сих пор стержевка идет, три месяца она. Постоянно что-то говорят, что надо сделать, все выполняю. Учился полировать, многое знал, со своими машинами то же самое делаю и все. В одно время с Денисом сюда пришел и Саша Михайлов. Он выпускник автомобильно-дорожного института. Поэтому работа с авто не вызывает у него трудностей. Работа очень нравится. Во-первых, очень дружный коллектив. Во-вторых, это все-таки работа связанная с автомобилями. Более мне по душе. Мы занимаемся подготовкой автомобилей к продаже. То есть это химчистка, полировка, мойка автомобилей. Первые месяцы с ребятами работает наставник. Как правило, это более опытный сотрудник компании. Затраты на наставничество компенсирует столичный центр занятости населения. Данные сотрудники, они зацепили свою уникальность. Они любят работать, им это интересно. И на самом деле такой работник всегда ценен. Поэтому я думаю, что у них много чего получится. Все те вещи, которые показываешь, они схватывают практически на лету. В целом органами службы занятости по Чувашской республике трудоустроено 29 человек с ограниченными возможностями здоровья. В столице участниками программы стали 4 молодых специалиста. Если раньше инвалиды приходили к нам, и после этого мы с ними начинали работать, то сейчас мы ведем реестр по городу Чебоксары и сами созваниваемся, приглашаем, анкетируем, выясняем интересы и стараемся предложить работу. А это уже ветеринарная клиника. Ветеринар Мария Батыгина осматривает кошку после операции. Девушка также устроилась сюда по программе наставничества. В центре занятости населения они мне позвонили, предложили вакансию. То есть то, что в ветеринарной клинике «Четыре лапы» есть вакансия ветеринарного врача. И я уже через них трудоустроилась сюда. Мне нравится наблюдать сам процесс выздоровления животных, то есть понимать, что ты помогаешь им выздороветь. Работы здесь немало. Сотрудники ветлечебницы приютили с улицы бездомных животных – кошек и двух собак. Всем нужно уделять внимание и заботу. Работу Марии коллеги оценивают положительно. Успехов полно. Молодец. Операцию делает сама. В принципе, вообще много чего может. Даже доверить клинику спокойно оставить ей без проблем можно. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов, Республика.